Окунуться в прорубь на праздник-крещениях обравчане смогут в индустриальном районе. Четыре купели сделали на Красной речке рядом с улицей Минусинской. На берегу Амура сегодня прошло выездное совещание с представителями администрации города, правительства края и церкви, а также сотрудниками МЧС и полиции. Они проверили, насколько все готово. Подробности в сюжете Анастасии Незнановой. Лед на месте будущей проруби сначала распиливается по периметру купели. Толщина примерно метр-метр двадцать. Этого достаточно, чтобы выдержать вес техники и людей, которые будут подходить к Иордане. Каждую купель обязана освидетельствовать МЧС. В день крещения рядом с прорубью выставят спасательные посты. По предварительным данным, в этом году желающих нырнуть пока немного. В этом году предварительная заявка показала очень маленькое количество людей, порядка пяти тысяч, но эти цифры еще будут уточняться. В двадцатом году через купелью прошло порядка 16 тысяч населения Хабаровского края. В девятнадцатом году порядка 15 тысяч людей прошли. Рядом с купелью разворачивают палатки. По правилам внутрь поставят тепловые пушки. В каждой палатке смогут одновременно находиться не более десяти человек. Остальным придется ждать своей очереди снаружи. Поэтому будет организована работа по определению потоков, чтобы люди не толпились, а чтобы они организованно могли найти палатку. Ну и здесь должна быть организована термометрия, обработка рук, это обязательно. На берегу Амура установили четыре палатки. Две для мужчин и две для женщин. А вот традиционной полевой кухни и горячего чая в этом году организовывать не будут. Все из-за строгих санитарных мер в связи с коронавирусом. Несмотря на тщательную подготовку, организаторы просят не рисковать здоровьем тех, кто чувствует хотя бы малейшие признаки заболевания. Решивших нырять, просят воспользоваться навигаторами, чтобы правильно найти местоположение купелей. Заезд будет с улицы Минусинской, выезд с улицы Мельничной. Те, кто будут идти пешком, не все на машинах у нас, то есть можно будет прийти также с Мельничной, с Минусинской, как удобно. Окунуться в Иордань можно будет с 11 до 20 часов. Анастасия Незнанова, Андрей Терехин. Смотри Хабаровск. Если вы решитесь нырять, не забудьте теплоодеться и взять с собой согревающий чай в термосе.